Я разыгрываю Дискорд Нитро. В любой момент может появиться этот код, и этот код вы должны ввести. Кто успеет, тот успеет. Нитро на месяц. А мы погнали дальше. Если хочешь также попасть в видео, донать любую сумму. Ссылка в описании и в комментариях. У кого-нибудь было такое, что вам нужно было у кого-нибудь что-то спросить? Но есть такие вопросы, на которые нет ответа. И на помощь приходят всякие сторонние бабки-гадалки. Но, как говорится, гадания это тоже деньги. И тогда на помощь приходят всякие игры. Одной из таких является диванный эксперт. Ой, Дивайнер Экзе. Эта история случилась с одним человеком, который, как ни странно, решил проностальгировать в темное время суток. Взял, достал все диски и начал рыться. Нашел парочку крутых игр. И среди них он нашел случайно игру, в которую он никогда не играл. Дивайнер Экзе. А еще нашу жертву зовут Роман Кикин. Или Кикин. Или Кикин. Хм, непонятно. А теперь про саму игру. Дата выпуска. 14.07.2001. Сделана неизвестной компанией и, возможно, самим Романом. Жанр вопросник. Это было что-то типа Акинатора. Ты задаешь ему любой коротенький вопрос. Почему коротенький? Потому что на длинные вопросы он не сможет ответить. Нажимаем на нашего, так сказать, прорицателя и узнаем ответ. В данном случае у человека был 2013 год. Таким образом, можно было у него задавать, какое время, какой день недели и так далее. Чёрный фон с белыми пиксельными буквами. С белой рамочкой и самим прорицателем. А, и курсорчиком. Прорицатель. Человек с белой башкой, стоящий в синем плаще. Обутый в сапоги, цветом болота. Под плащом мы можем видеть еще фиолетовую рубашку. Вид у него и взгляд серьезный. Руки уходят куда-то за спину. Штанишки синие. Но в секретных файлах был обнаружен Diviner.exe только уже в изумрудном плаще. Записать с экрана Diviner.exe это невозможно. Приходилось использовать камеру телефона или же фотоаппарата. Потому что присутствовал скрипт, который запрещает записывать эту игру. И даже если попытаться записать ее, то будет черный экран. Я однажды попытался ее записать. Но нормально не получилось. Экран мигал и вскоре стал черным. Прорицатель берет все данные с компьютера. Дату, время, фотки, видео, пароли, история поиска в браузере и прочее прочее. Можно задавать как ему вопросы, так он может задавать тебе их. Он может быть как и онлайн, так и оффлайн. Если ты ему задашь вопрос, кто ты, то произойдет кое-что ужасное. Он пропадет, а в поле ввода появятся странные символы. В этот момент происходит очень много операций. Вскоре он появляется уже вблизи. И первые несколько секунд он пристально смотрит на тебя. И ничего не делает. Тем временем скрипты уничтожают твой компьютер. Можно даже разговаривать, например, написать «Я люблю тебя». В то время как он напишет, меня никто не любит. Да с ним можно полноценно разговаривать и даже обзывать его. Но не советую. «I hate you» в переводе означает «Я хейчу тебя» или «Ненавижу». И даже на это будет ответ. Но ни в коем случае не говорите ему «I kill you». Вначале он отреагирует тремя точками. Но потом ответит тебе «Ты не можешь». Мы можем спросить его «Почему?». После этого экран погаснет. Но на этот раз он появляется уже с текстом. Взгляд у него удивленный. Потом становится хитрым. И случается ужас. Это, грубо говоря, второй способ получить синий экран смерти. Второй раз запустить Дивайнера будет невозможно. Даже если исправить ошибку синего экрана. Или переустановить игру. Поэтому, если чего там, запускайте лучше на эмуляторе. Я вас прошу. Запускается он только на Windows 32-битном. На 64-битном не получится. Но есть решение это исправить. Скачать эмулятор и установить на него Windows 2000. Либо же Windows Vista 32-битную. Но чтобы шансов запустить было больше. Устанавливайте Windows NT. Поскольку сама программа 16-битная. Современные компы просто не запустят её. Ну или ещё можно попытаться запустить на школьных компах. Ссылка на скачивание также будет там. Да, внизу. Потому что видео 2022 года. Это я ещё снимал давно. Субтитры сделал DimaTorzok В принципе, как-то так. Если вы хотите позадавать ему вопросы, пишите мне в дискорд сервер. Я их обязательно задам. Секретные файлы хранятся в папке pdns. В ней же находятся hk.a.i.tide. Сразу же при запуске первого верхнего файла мы замечаем вот такие вот необычные символы. А уже во втором файле хранится морда самого Дивайнера Экзея. Но я вам советую запускать его в Атоме. Потому что таким образом вы можете рассмотреть полностью лицо. Эта морда ссылает нас на... Да-да, это именно она. Вот тот самый байт записан как Scary 2, Scary 3, Scary 4 и даже Scary 5. И спрайты про рисателя также были обнаружены в файлах игры. Серая одежда. Вот такой вариант там тоже был. Зеленая одежда. Какая-то очень подозрительная, я ее назову огненная. Изумрудная и очень страшный красный. Которого можно было вызвать одной простой командой. Секретная команда, которая меняет спрайт Дивайнера. Используя сторонние программы, я все-таки вывел на экран этот секретный файл. Если играть больше двух часов, то Дивайнер Экзе просто зависнет. И наш прорицатель будет выглядеть вот так. Спрайт цветка был обнаружен также в файлах игры. Еще была обнаружена странная голова, которая могла появиться шансом 2%. Вес экзешника приблизительно 60 мегабайт. Звуков не было, лишь был писк компьютера. Это первый вариант. Второй вариант. Лично, когда я играл, у меня никаких звуков не было. Я еле-еле как нашел эту информацию, но ходят слухи, что был раньше сайт Дивайнер Экзе.ком. Который был удален в 2011 году. Единственное, что осталось от этого сайта, так это слив пароля. Еще сам Роман говорил то, что ему в то время нравились страшные истории. И поэтому, чтобы было всем интересно, он решил сделать свою историю. У него получилось это сделать, но ненадолго. Потому что все забыли. Это не значит, что разработчик Дивайнер Экзе это именно Роман. Дивайнер Экзе действительно ворует ваши данные, и он хакерский. Также он является вирусом, и антивирус его не пропускает. Вид вируса шпион. И у Романа был еще друг, которому он дал этот диск с игрой. Позже залил Экзешник на свой сайт, который сейчас удален. Раньше вместо Дивайнера был хрустальный шар. Но вскоре по непонятным причинам его заменили на человека. Скорее всего, чтобы крипипаста атмосфернее получилась. Будьте осторожны, когда скачайте эту игру. В лучшем случае играйте на эмуляторе, потому что игра крадет ваши данные. И вызывает синий экран смерти. Но как только вы ее запустите, антивирус же сразу предупредит вас. Поэтому беспокоиться не о чем. Ну на этом история подошла к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, на новый канал, на дискорд сервер и так далее. Все ссылки будут в описании и в комментариях. Дивайнер Экзе